Здравствуйте, я Валдис. А я Вера. Нашу малышу меньше года, и у нас постоянно возникают вопросы, как за ним ухаживать. И как воспитывать. И нам кажется, что такие вопросы возникают у большинства начинающих родителей. Поэтому мы решили записывать все консультации на видео и пересматривать вместе с вами. Вот буквально только вчера Вера ходила на консультацию к неонатологу и психологу. С вроде бы деликатной проблемой, которую она же сама себе и придумала. А вот и неправда. Я уже год живу, как домашний узник. А я хочу хоть иногда выходить по своим делам. Я хочу начинать понемногу работать, как все цивилизованные женщины. Так что тебе мешает, цивилизованная ты женщина? Иди работай. Как что? А кормление? Когда его прекращать? И как это правильно делать? И как совмещать кормление и работу? Остановись! Ты же только вчера со специалистами общалась. Опять себе накручиваешь. Зачем? Включай лучше записи и вместе посмотрим. Если маме нужно уехать, отлучиться, пойти на работу, в этом случае можно создать собственный банк грудного молока. Мама может цедить молоко и оставить при комнатной температуре, если в комнате 23-25 градусов, в течение 4 часов. Если в комнате плюс 19, плюс 22, молоко может храниться без холодильника до 10 часов. Если нужно сохранить молоко в течение суток или даже недели, то молоко может храниться в холодильнике без заморозки при температуре плюс 2 градуса. В случае, если нужно молоко заморозить, а так тоже можно сделать, то при температуре минус 13 до минус 18, молоко может храниться в течение 3-4 месяцев. В этом случае мама сцеживает молоко и складывает в специальных контейнерах в морозильной камере. Причем каждую новую порцию нужно обязательно подписывать. Нужно указывать время сцеживания и дату. И класть им дальше в морозильник, в морозильную камеру. Для того, чтобы молоко разморозить, можно выложить молоко из морозильной камеры и положить его просто в холодильник сначала. А потом уже можно размораживать его на водяной бане, можно размораживать при комнатной температуре. Но никогда нельзя размораживать в микроволновой печи или на плите. В этом случае качество молока страдает, гибнут иммуноглобулины, которые так необходимы нашим малышам. Как же прекращать грудное вскармливание? Молоко образуется по принципу спрос-предложения. Чем меньше мама прикладывает малыша к груди, тем меньше образуется молоко. Таким образом маме оказывается проще закончить грудное вскармливание. Очень часто подруги, мамы, бабушки рекомендуют резко прекратить грудное вскармливание. Ну, это жестоко по отношению к ребёнку. Поэтому легче делать это постепенно, вводя элементы прикорма. Так, чтобы малыш меньше нуждался в грудном вскармливании. Кстати, смотри, что мне дала ненатолог на первое время. Обязательно купи такие же, когда будешь в магазине покупать подгузники. Как мы будем это использовать? Я буду стерилизовать контейнер, сцеживаю в него молоко и, внимание, клею стикер и указываю дату сцеживания, для того, чтобы мы могли с тобой контролировать срок хранения. Это прям как в той передаче, где проверяют рестораны. То есть, есть ли маркировка? Нет? Ай-яй-яй, как всё плохо, да? Ну, в принципе, на первое время проблема вроде бы решена. Ты просто будешь замораживать молоко, ну, а мы уже с моей мамой как-нибудь ребёнка накормим. В конце концов, соску сосёт он, отлично, прям не оторвать. В том-то и дело, это решение ненадолго, а мне уже пора выходить на работу. Полгода и всё. Ну, и почему ты так переживаешь, а? Ну, тебе же специалист сказал, будешь прекращать кормить постепенно. Дело в том же, что я видела, как это делал в моей подруге. Некоторые из них даже уезжали из дома на несколько дней. И представь, мучается ребёнок, мучается мама, кошмар. И почему ты считаешь, что у нас будет так же? Не будет так же, но тоже просто не будет. И кто тебе это сказал? Психолог, да? Представь себе, давай посмотрим. В каком возрасте стоит завершать грудное скормление, это, мне кажется, вообще такой момент споров всех специалистов. Кто-то говорит, что нужно ждать, пока ребёнок откажется сам. Кто-то говорит, что нужно как-то резко это завершить в определённый период. Ну, у кого-то ещё какие-то мнения. То, что касается меня, мне кажется, затягивать с этим процессом слишком долго не стоит. Когда ребёнок, да, там, полтора года, он уже может сам передвигаться, да, он уже часто отходит от мамы на какое-то расстояние, да, есть уже граница, да, какая-то. У него уже развивается, ну, больше самостоятельности, да, он может что-то делать сам, да, иногда там даже кушать сам может, вот, какие-то вещи, да, там, сам делать, обуваться, одеваться, ну, вот, что-то уже может сам делать. Психологически он уже понимает, что мама – это мама, это отдельное какое-то существо, я – это я, вот, потому что когда ребёнок младенец, ему кажется, что мама, мама, грудь и я – это всё одно целое, и мы навсегда будем вместе. Вот, в этот период, да, полтора-два года ребёнок уже, ну, достаточно созрел для того, чтобы, ну, вот именно с точки зрения психологии, я сейчас говорю, да, для того, чтобы от маминой груди отказаться. Делать это обязательно нужно постепенно, да, никогда нельзя делать так, вот, как некоторые мамы делают, они просто бросают ребёнка на две ночи, и уезжают к бабушке, да, и две-три страшные ночи ребёнок проводит просто в таком стрессе, что потом, мне кажется, ну, вот внутри, да, трудно залезть, конечно, в сознание к ребёнку, но, мне кажется, внутри не только от груди отказывается, а и от мамы в целом. Тем более, что к этому периоду грудь становится, ну, таким способом успокоения иногда, да, не только питания, да, для того, чтобы как-то успокоиться. Вот, а тут мама бросает, да, и совсем просто куда-то пропадает, для ребёнка это большой стресс. Вот, поэтому отлучать стоит постепенно, сначала, ну, убавлять, да, какую-то чистоту кормлений, там, убирать дневное кормление, да, после того, как ребёнок в течение всего дня уже может находиться без кормления только на ночь, вот, а потом постепенно, да, и ночью тоже, ну, стараться за ночь, да, там, сколько кормлений было до этого, стараться их заменять водой там, да, или чем-то, вот, но при этом оставаться с ребёнком, даже если он плачет, да, и, там, просит, да, чтобы, там, покормили его, вот, при этом просто его гладить, да, находиться рядом. Это, правда, не очень легко, но важно, чтобы какая-то решимость была внутри мамы, да, которая точно решила, что вот точно, да, всё, мы завершаем, да, и при этом, чтобы она вот как-то внутри себя сама не тревожилась. Если ты спокойна, да, если ты точно решила, да, и понимаешь, что ничего такого сверхужасного с ребёнком не произойдёт, то ты вполне сможешь находиться с ним рядом в тот момент, когда ему будет плохо, он будет просить, можно его гладить, обнимать, ну, говорить, что, ну, нет, извини, ну, вот, как бы всё, да, уже вот к сисе мы больше не прибегаем. Да, что тут ещё сказать? Ну, давай я побуду мужем-психологом. А попробуй. Скажи-ка мне, Вера, а много ли твоих подруг быстро и благополучно прекратили кормить? Да. Ну, теперь я уже не муж-психолог, а муж-философ. Это потому, что так устроена жизнь, Вера. Ты знаешь, ты прав. Помнишь, мы с тобой смотрели интервью семи известного краснодарского музыканта Самвела Айрапетяна? У них скоро родится третий ребёнок. Помню, помню. Они как-то за разговорами о смысле жизни так легко и непринуждённо и о грудном вскармливании рассказывали. Да и вообще их очень интересно было слушать. Давай посмотрим. Давай. Здравствуйте. Меня зовут Самвел Айрапетян. Хочу представить вам мою маленькую семейку. Начнём вот с супруги. Наталья, Елизавета старшая доча, Виктория наша маленькая. Ну и ещё один будущий ребёночек, сыночек, который вот-вот должен появиться на свете. Ну, конечно, когда появляется ребёнок в жизни любой семьи, это, безусловно, новшество. И так как это новшество, всё приходится изучать по книгам, по советам бабушек, дедушек, по интернету, в чём он является очень большим помощником. Конечно, очень много вопросов возникает. Возникает по уходу, по воспитанию, по каким-то, таким совершенно глупым вопросам. Надо ли давать соску, надо ли там кормить кашей с сахаром или без сахара и так далее. Когда появляется второй ребёнок, конечно, всё происходит уже на автомате, уже намного легче. По многим вопросам не приходится волноваться и не спать ночами. Ну, заболел, ничего, вылечим. Ну, не чистит зубы, это не паника, это не конец света, ничего, научится. Ну, и так как мы ожидаем ещё третьего нового члена семейства, уже появляются такие мысли, что можно будет поэкспериментировать, стоять, а сделать чуть-чуть по-другому. А что, ну, понаблюдать, что будет, если там он будет, например, у нас спать отдельно сразу или ещё какой-нибудь вопрос. Что касается кормления грудью, у нас тоже есть большой опыт в этом вопросе, потому что вся наша семья только за то, чтобы дети кушали грудное молоко, потому что это, во-первых, полезно, удобно. Вот первую, например, дочку мы кормили больше года, вторую кормили уже почти два года. Ну, может, с третьим это как-то даже будет нарастать, но посмотрим по ситуации. Я очень щепетильно всегда относилась вот именно к этому вопросу и даже не разбираюсь в тех смесях, которые есть, например, на рынке у нас представлены. Ну, конечно, ситуации бывают разные, и если это необходимо, конечно, надо ребёнка подкармливать, докармливать, либо полностью обеспечивать его искусственным питанием. Ну, грудное скармливание, конечно, сейчас очень, нельзя так сказать, что в моде, но оно всегда было в моде необходимо. Вот, то есть это замечательная придумка природы. Ты только посмотри, как у них всё душевно, и детки хорошие, и воспитанные. Я надеюсь, что мы тоже на одном не остановимся. Достаточно мне умиления и волнения на сегодня, скоро малыш проснётся. До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова